Мы говорим, что вот это понятие, да, название болезни, ни много ни мало. Когда я произношу слово болезнь, наверное, у вас это вызывает какую-то эмоциональную реакцию. Какие это чувства вызывает? Тревогу. Что еще? Жалость. Тревогу, боль. Ведь когда мы произносим слово созависимость, речь идет не о зависимых, а о близких. Я не склонен ставить вам диагноз, вы сами определитесь, в какой степени вот это понятие к вам относится. Да, но очень часто вот под этим словом люди вроде как понятно, да, но понимают не то, что на самом деле это слово обозначает. Чтобы разобраться, о чем идет речь, ведь мы вам даем практический материал. Ту теорию, которую вы сейчас получите, да, предполагается, что вы будете в жизни применять. Поэтому нам очень важно разобраться, что же это слово обозначает. Я вам скажу, что из своей практики я встречался с родственниками, которых в программе много лет. И когда я задавал вопрос, а вы понимаете, что такое созависимость? Я получал ответ, да, но когда я задавал дополнительные вопросы, выяснялось, что человек не понимает, о чем идет речь. Да, мы сейчас попробуем с вами четко очень понять, что это слово обозначает. Это перевод с английского языка. И на английском языке это слово пишется следующим образом. Давайте вот здесь напишу. Call Addiction. Addiction это зависимость. Да? А что же такое call? За компанию. Сокращение от company. То есть, если вот дословно перевести это понятие, то человек, который страдает этим заболеванием, является компанией к зависимости. Понимаете, да? То есть, этот человек способствует развитию заболевания зависимости. Вот о чем идет речь. В самом этом понятии заключается смысл решения этой проблемы. То есть, если болезнь это содействие зависимости, то выздоровление это что? Противостояние зависимости. Это достаточно простое определение, но, знаете, для каждого человека самым тяжелым является признание проблем. Мы говорим о том, что зависимость болезни семейная, да? И вот в этой вот системе семьи есть роль зависимого, есть роль близких. И выздоровление возможно только в комплексе. Потому что если после окончания программы наш резидент возвращается в систему, которая не изменилась абсолютно, понимаете, да? Большая вероятность того, что все вернется на круги свои. Поэтому в решении есть отдельная программа для родственников, которую мы вам предлагаем посещать. Слово предлагаем, наверное, не совсем точно, да? Мы настаиваем на том, чтобы вы посещали программу. Потому что нашей целью является благополучие и наших резидентов, да? А это невозможно без благополучия в ваших семьях. Вот такая вот задача у нас стоит. И для того, чтобы мы могли вам передать свои технологии, и вы ими пользовались, да? Так же, как мы это делаем сейчас, пока ваши близкие находятся на стационаре. Да, вам предлагается обучающий курс, чтобы вы могли использовать наши технологии. И давайте перейдем к следующему понятию. Да, я хотел, знаете, какой вопрос задать? Мне нужна ваша помощь. Вот с болезнью зависимость понятно. Любой зависимый может подержать предмет своего употребления в руках. Будь то алкоголь или другие вещества. Правда? Ну, то есть, зависимый человек понимает, что он употребляет. А вот что употребляется зависимый? Зависимый. Это как? Это каким образом? По кусочку? Отщипывает? Отношение, скорее всего. Давайте, давайте мы запишем варианты, да, которые я от вас услышал. Ну, вы не забудете, я сотру. Если что, я нарисую, еще раз напишу. Я не зря вам задаю этот вопрос. Значит, первый вариант был зависимого. Второй вариант – отношения. Отношения с зависимым, да? И третий вариант я тоже слышал. Вы, по-моему, сказали. То есть, это предмет употребления. Потакание желания. Готовите его. Одевайте. Исполняйте. Ну, оставляйте его возможности. Окей, окей, я понял, давайте я запишу. Как сформулировать? Потакательство, да? Желанием зависимого. Зависимого. Может быть, есть еще какие-то варианты? Посмотрим. Проживать его чувства. Проживать его чувства. Но это же невозможно. А хочется. Послушайте, может, не хватит. Его ответственность произносит. Ну, это есть потакательство желанием. Отношения, предполагаю, да, определенная ответственность. Ну, как сформулировать? Что вы имеете в виду? Есть разные варианты. Это и есть угождать, потакательство. Эмоции какие-то негативные от него получают. Что употребляет? Все зависит от того. Хорошо, да, давайте напишем. Эмоции. Эмоции. Я не склонен делить эмоции на позитивные, негативные, неприятные. Давайте вот сформулируем неприятные эмоции. Да? Справедливо? Доска кончилась. Ну, можно еще что-нибудь написать, если у вас есть идеи. Мы с вами пытаемся думать, да, сейчас, а в чем же вообще заключается, да, вот эта вот самая болезнь созависимости? Непростая задача. Что вроде как слово уже привычное, но как бы если разобраться, это, видите, как неоднозначно мы все понимаем, да, что же является предметом употребления. Ну, спасибо вам за варианты. Давайте я буду зачеркивать. Мне кажется, да, что первый пункт нужно точно вычеркнуть. Потому что это такое обобщение, да, и, ну, представьте себе процесс. Я думаю, что нет. Отношения с зависимым. Как, вы бы оставили? Ну, давайте оставим пока. Потакательство с желанием зависимого. Ну, наверное, это больше к способам употребления, да, а не к предмету. Все-таки. Это больше к способам. Это больше к следующей теме, да, но не к предмету. Я хочу вас спросить, что вы получаете в результате отношений с зависимым, используя все доступные способы, да, что вы хотите получить? Вот точно могу сказать, что не вот это. То есть мы вот этот пункт вычеркиваем тоже, потому что неприятные, ну, кто хочет что-то делать ради того, чтобы получать неприятные эмоции. Но, наверное, все-таки нет. Это вы уже забегаете немножко вперед, да, то есть как бы если разобраться поглубже, да, то в результате мы… Я сейчас говорю о ожиданиях, да, то есть, ну, точно вот не вот это. Радость и комфорт. Радость и комфорт. Радость и комфорт. Ответ правильный. Радость и комфорт. Все остальные варианты – это не о том, понимаете? Потому что, ну, отношение с зависимым ради чего? Вообще вот, ну, подумаем, да, люди употребляют алкоголь ради того, чтобы получить какое-то состояние, да, то есть как бы. То есть получается, что и это не совсем точно, да, это только способ, путь, да, отношение с зависимым. Потакательство – это тоже способ. Ну, чтобы получить, да, тоже зачеркиваю. Казалось, что все очень просто на самом деле. Узнайте, как помочь вашему близкому уже сегодня. Только полезная информация от экспертов лечения наркозависимости. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.